Альбина Плющук Альбина Плющук Альбина Плющук исторический, очередная спиралька? Действительно, на современном этапе развития социума интернет-пространство стало неотъемлемым сферой нашей жизнедеятельности. Включая сюда и социальную, учебную, профессиональную, это и сфера коммуникации, и нашего досуга. Вот у любого из моих коллег спросите, мы приходим на работу, у нас включен компьютер, телефон, параллельно, запараллельно с компьютером, у меня, например, два гаджета одновременно работают, это у меня еще умных часов нет, а у некоторых еще все то же самое дублируется в умных часах, ощущение, что без этого просто невозможно жить, реально невозможно, потому что это не столько твое личное общение, сколько профессиональное, без этого просто никак. Ты упустишь что-то сильно важное, какой-то термин даже говорит такой есть, да? Опасность, страх оказаться вне сети. Совершенно верно. И вот эта обозначенная проблема весьма актуальна. Действительно, количество интернет-пользователей, во-первых, с каждым годом возрастает, и сама ситуация связана с очень жестким быстрым ритмом жизни, большим информационным потоком, многозадачностью, предопределяет, что мы должны быть всегда в русле. А давайте пока далеко не ушли от этой темы, давайте конкретно скажем исследование IDC, по-моему, называется компания, такая интернет-компания, которая проводила исследование давненько, лет 10 назад. Это были ее прогнозы, что до 2020 года информация ежегодно будет, каждые два года она будет удваиваться, что количество информации, которую получает, обрабатывает мозг современного человека в месяц, это ровно столько, сколько три века назад человек вообще за всю свою жизнь узнавал. И при этом к 2020 году якобы по этим исследованиям доля полезной, по-настоящему нужной полезной информации будет всего 3-35%, а все остальное, как говорят, мусор, интернет-мусор, шлак. А так оно и случилось. Речь шла о 2020 году, вот мы в 2020 году и оказались. Вот оно и... Согласна вот и с этими результатами. И действительно, огромное количество информации, которая сейчас есть в интернет-сети, она чаще всего недостоверная. И очень важно перепроверять ту информацию по разным источникам. По сути, ведь каждый любой интернет-пользователь может выложить в сеть, собственно говоря, все, что ему заблагорассудится, и никто не проводит проверку на ее объективность, достоверность. И вот это как раз приводит к тому, что необходимо вырабатывать навыки критического мышления. Это интернет-гигиена. Бесспорно. И прежде всего, конечно, нужно это как способствовать у нашего молодого, нового цифрового поколения, так, конечно же, и взрослые должны... Кстати, вот, что касается взрослого населения, в силу того, что мы привыкли, что есть средства массовой информации, и этот источник является абсолютно достоверным. Потому что, вот даже вспоминаю, свой папа, он говорит, ну, это же по телевизору сказали. В газете написали, зря не напишут. Вот у меня родители тоже такие, они все, что почитали в интернете, защищены монеты, где какой крем продают, который суставы лечит. Я объясняю, говорю, мама, это непроверенная информация. Я сейчас тебе найду, я сейчас тебе докажу. На самом деле, очень грустная история, потому что это куча мошенничества, мы понимаем, это опасность. Для кибермошенников, которые целенаправленно и осуществляют поиск таких потенциальных жертв. И интернет сейчас, конечно же, является и зоной многих рисков, которые мы, под которые попадаем. Ну, например, да, вот контентные риски. Это какие? Речь идет о текстовых, графических, аудио-видеоматериалах, которые содержат сцены насилия, агрессии, призывы к суициду, призывы и к поддержанию своей формы, что приводит в дальнейшем к анорексии. А, нам говорят, что их очень быстро находят, распознают и блокируют. Конечно же, в этом направлении работа ведется. Но всегда находятся новые кулибины, которые находят пути выхода, как найти своих потенциальных жертв. Также одна из проблем и призывы к суициду. Сейчас тоже много таких подростковых сообществ. К сожалению, это очень серьезная проблема, которая должна решаться, конечно, на государственном уровне в том числе. Убедили, что опасно? Убедили, что должна быть интернет-гигиена, что нужно уметь информацию фильтровать, критическое мышление в себе развивать, в группе риска дети и люди пожилые, возрастные, да? Мы выяснили. Или нет? Молодежь в этом смысле тоже? Ну вот, интересная статистика, которая приводится с Российским центром изучения общественного мнения. На 2019 год 84% наших сограждан пользуются интернетом с той или иной периодичностью. И, кстати, в эту группу включена возрастная группа от 60 и более. И скажу вам, что около 40% достаточно фактически ежедневно взрослых поколений находится в интернете. Правда, не столь продолжительно, но тем не менее, это возможность и взрослому человеку быть в центре всех событий, понимать, что он готов и может очень быстро реагировать на все телены какие-то из его жизни. И призывают реагировать. Кстати, мы же вот видим, у нас есть курсы, например, там, ну, для людей от 50 и старших научись платить. Университет третьего поколения тоже, да. Карт-плату оплачивать через интернет, там, штрафы. Их же, наверное, настойчиво туда приглашают и тому обучают. С одной стороны, благо, с другой стороны, лишние риски. Лишние. Опять же, не будем забывать, что есть такие, как и электронно-технические риски, когда мы попадаем под прицел различных, различных кибердеятельностей. Те же самые мошенников. Злом. Самый простой, наверное, злом вашей почты. А когда речь идет о выемке ваших денег с банковской карты, наверное, это уже ситуация более трагична. Ну и различные потребительские риски, когда красивая картинка, реклама, такой, может быть, интересной вещи приводят к тому, что вы просто покупаете фальсификат. Мы до начала эфира запустили опрос, голосование традиционное в нашей группе ВКонтакте, группа называется «Татарстан24». Спрашивали наших потенциальных телезрителей, наших подписчиков, а вот вы сколько можете прожить без интернета? Спрашивали мы. 16% неполных сказали «час могу». Один день ответил каждый четвертый практически. Чуть меньше половины, 46% неполных сказали «неделю». И ни минуты не могу ответить на 14%. Как прокомментируете? Вот похоже это на общую картину мира. Ну, весьма так показательные результаты. Но здесь важно прежде всего отметить, о какой возрастной группе идет речь, потому что становится понятно, что и продолжительность, и частота посещения будет, конечно, зависеть от возраста. Чем моложе, тем это будет чаще. 15% и 14% неполных складываем. Это, по сути, люди, которые совсем-совсем себя не мыслят без интернета, без гаджетов. К вопросу о зависимости хочется подвести. А что называется уже настоящей истинной зависимостью? Когда уже пора беспокоиться? Вот сейчас мы выяснили, мы не выяснили, когда нужно беспокоиться. Мы не выяснили, благо это или зло, потому что пока у нас так силы распределились. Когда уже стоит беспокоиться? Когда это зависимость и надо лечиться? Надо ли? Как? Негативным следствием неуправляемого использования технологии, по мнению многих специалистов, медиков, психологов, педагогов, как раз и есть, является интернет-аддикция, интернет-зависимость, как феномен психологической зависимости от сети интернет. Какого диагноза официального ведь нет? Вы совершенно правы. Официально в классификации болезни диагноз интернет-зависимость отсутствует. Вместе с тем, в новой международной классификации болезни МКБ-11, которая вступит в силу с 1 января 2022 года, включено перечень игровое расстройство, как зависимость от видеоигр и зависимость от онлайн-игр. Раз ее включат, значит, методы борьбы с ней, лечения, значит, обучат психотерапевтов бороться с этим? Конечно, это будет уже и на государственном уровне решаться проблемы. Но, прежде всего, действительно обозначим понимание, что же такое зависимость. Собственно говоря, мы с вами все от чего-то зависимы, как биосоциальные существа. Мы зависимы от наличия кислорода, воды, еды, нашего социального окружения. Некоторое это наличие интернета? Ну вот эти зависимости естественные. А вот есть зависимости патологические. Поэтому рассматривать зависимость к пониманию – это некое патологическое пристрастие к чему-либо. И вот очень важно как раз ввести вот эту границу, демокрекционную линию между интересом, увлеченностью, скажем, интернетом, и уже патологической зависимостью, как навязчивым состоянием, желанием использовать интернет и вот такое перезбыточное его применение. В качестве критерия, если только обозначить критерий времени, как чаще всего его и определяют, это будет не совсем корректно. И вы абсолютно были правы. Да, потому что профессии у кого-то профессии с этим завязаны. Конечно, в силу нашей профессиональной деятельности мы постоянно сами находимся в сети. В противном случае и журналисты, и преподаватели, если бы оказались в этом сети. А как я могу себя проверить, себя и членов своей семьи в таком случае? Время не в счет. Вот очень важно, время в счет. Тоже в счет все-таки? Конечно, но это как один из показателей. Но очень важно, прежде всего, не столько смотреть позиции времени, сколько определить, насколько вокруг интернета концентрируется, определяется все интересы человека. И насколько это приводит к резкому снижению, может быть, даже отказу от других видов деятельности. От учебной, профессиональной, социальной, бытовой. Снижается ли общение с окружающим. Поэтому, если говорить о основных симптомах, то прежде всего речь идет о том, что человек постоянно увеличивает время, у него возникает потребность к увеличению времени нахождения в интернете, при этом он скрывает от своих близких истинное количество времени, которое он провел. Это как с любой зависимостью, как с шапоголизмом. Женщина тебе в жизни не скажет, сколько она денег по-настоящему потратила, сколько ненужных вещей купила. Она всячески будет отрицать, что это, в общем, как бы уже серьезные приобретает масштабы. Совершенно верно. Такая же история, да? Конечно. Еще очень важный симптом – это изменение эмоционального состояния вне интернет-активности. То есть, когда человек находится в интернете, он испытывает эйфорию, радость, а вне интернета – это раздражение, тревожность, психомоторное возбуждение. Но и еще очень важный симптом заключается в том, что сама интернет-активность начинает заменять формы реальной жизни. Страдает что-то настоящее, чем он в жизни раньше занимался. У ребенка легко, проще простого. Стал домой двойки приносить. Совершенно верно. Что-то не то. Стали вы плохо на работе работать. Это тоже будет предопределять, что уже какие-то такие серьезные негативные проявления имеют место. Как, на ваш взгляд, эта проблема? Ну, мы сейчас понимаем, да, что все-таки это проблема. Мы вот определили, что это все-таки проблема. Как она решается? Решается ли она у нас вообще как-то? Может, мировой опыт есть какой-нибудь, который нам не мешало бы перенять? Мировой опыт действительно свидетельствует о том, что эта проблема интернет-зависимости рассматривается как серьезная проблема и решается на государственном уровне. В частности, в ряде стран введены законы о контроле времени, проводимое ребенком в игровой деятельности. Как это возможно сделать? У него в кармане телефон, дома компьютер, родители на работе, в школе он... Ну, вот, например, в Китае известные провайдеры, они фиксируют время, которое проводите в интернете. И, соответственно, свыше определенного лимита вас просто отключает от интернета. В Южной Корее тоже фиксируется эта возможность. В частности, подростки до 16 лет не имеют права играть в компьютерные игры в время с полночи до 6 утра. Собственно говоря, эти технические возможности, они есть. Просто вот как это используются... Вопрос весьма значимый. Но вы должны понимать, что основной принцип и коррекции, и профилактика стоит в том, чтобы не запретить, а в том, чтобы научить. Там безопасно ходить. Там безопасно использовать. Создавать систему превентивных, упреждающих мер, которые как раз и... Повышать информационную культуру. Полминутки буквально до конца эфира. Так быстро наш разговор подходит к концу. Один совет от меня, который я слышала тоже от экспертов из этой сферы. Может быть, вы тоже дадите свой советик. Совет по поводу того, как распределить свое время так правильно, оставаться в сети и в то же время быть продуктивным. Вот такой совет я слышала. Заведите, например, за правило отключать все личные, ну, ставить на беззвучку все сообщения, личную почту или там даже какую-то параллельную, которая вас может в данный момент отвлекать от работы. Вот, например, я сейчас ровно два часа занимаюсь вот этим делом. Ни на что не отвлекаюсь. Через два часа я становлюсь активной, проверяю, что за это время мне пришло от коллег, партнеров, друзей, быстренько пробегаясь глазами по этой почте, снова отключаюсь. То есть по мере необходимости ответила, снова включилась в работу. Вот таким образом чередовать, как вариант, мне показалось вполне себе нормально. Для некоторых профессий применимо, не для всех, оговоримся. Ваш совет, коротенько. Очень хороший, я сейчас вы продавили пример. И вот есть рекомендации по психогигиене, труда, отдыха. Через каждые 50 минут, во-первых, делать при непрерывном работе, делать небольшие 10 минут на перерывы. Но вот лучше все-таки не только время потратить на телефон, но сделать гимнастику для глаз, повестительную, пистоническую гимнастику. Потому что мы не забываем, что есть еще и проявление физических симптомов интернет-зависимости, которые влияют на наше здоровье. Проблемы со зрением, с опорно-двигательным аппаратом. С позвоночником, шеем. Конечно, совершенно верно. Но мне хотелось бы все-таки сделать акцент на то, что мы увлекаемся в виртуальный мир по той причине, что пытаемся решить какие-то свои проблемы, удовлетворить свои потребности, которые не реализуемы в реальной жизни. Поэтому очень важно организовать свой досуг. Быть активным в реальной жизни. Создать семейные ценности, быть активным, формировать позитивное мышление. И в завершение тоже хотелось бы отметить по общественному мнению, что 3,25% нашего населения считает, что нужно от интернета все-таки уметь отвлекаться, ограничиваться. Поэтому праздник этот весьма-весьма уместен. Спасибо большое, что к нам сегодня пришли. Интересные информации с нами поделились и хорошими советами нас вооружились. Спасибо большое. Приходите, еще будем приглашать. Спасибо. Всего хорошего. Это была программа «Актуальный разговор». Мы сегодня говорили о тех, кто не может ни дня прожить без интернета. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Редактор субтитров А.Семкин